Ну вот этот вот ларек его снесли, вот снесли, а его снова поставили на это место. Владимир Георгиевич рассказывает, буквально неделю назад жители домов по улице Батурина облегченно вздохнули. Ненавистный ларек снесли. Но прошло несколько дней и он снова появился. Тот же самый, на том же самом месте. Установили сооружение капитально, об этом свидетельствует свежая опалубка. Как дальше бороться с собственником ларька, люди не понимают. Практически павильон стоят на колодце. Если вдруг какая-то аварийная ситуация, эту крышку даже не смогут открыть. В случае возникновения какой-то пожара, тут не сможет проехать ни машина, ничего. Здесь вот все подзаставлено. А это уже павильон в Октябрьском районе на улице Ладокитс-Хавели. Стоит он буквально в метре от дома. Естественно, местные жители этим крайне недовольны. Они не раз воевали с его хозяином, был даже суд, но все оказалось тщетно. Торговая точка как стояла, так и стоит. Сотрудники этих павильонов выливают все фекалии свои и просто осуществляют здесь отхожее место. Вот в этом углу на самом деле просто туалет. Этот ларек установила управляющая компания якобы с согласия жильцов дома. Хотя сами собственники уверяют, их никто об этом не спрашивал и никакого собрания не проводилось. Три года стоял на этом месте павильон. Мы три года воевали. А это уже история, когда красноярцы все же смогли отстоять территорию и павильон снесли. Хоть и ушло на это несколько лет. Сооружение на 9 мая 54 появилось еще в 2013 году. Сначала это был просто небольшой киоск, потом он разросся до мини-магазинчика. Рядом находится общество инвалидов. Люди с ограниченными возможностями из-за ларька с трудом могли пройти к дверям здания. Чтобы наконец-то избавиться от павильона, жильцам пришлось пройти не одну инстанцию. Мы обратились сначала в департамент градостроительства. Департамент градостроительства нам не ответил на наше обращение. Я потом обратилась в администрацию советского района. Я не дождалась результатов и обратилась снова в департамент градостроительства. Они мне ответили, что павильон стоит законно. Мы обратились в прокуратуру. Прокуратура провела проверку. И уже на основании проверки выяснилось, что павильон действительно стоит незаконно. В итоге суд постановил снести павильон. Однако сделали это только через год. И то не ликвидировали, а просто переставили с одного места на другое, чуть подальше, примерно на 200 метров. Жители по улице Весны-15 тоже добились, чтобы возле их дома убрали торговую точку. Только вот теперь уже полтора года не могут решить другую сопутствующую проблему. Киоск увезли, а фундамент остался. Вполне возможно, что совсем скоро красноярцам не придется бесконечно бегать по разным инстанциям, чтобы очистить свой двор от ларьков. На сессии законодательного собрания объявили о намерении массово демонтировать все незаконные торговые точки, как это было в Москве. Даже дату уже наметили – на июнь. За новую уже установку несогласованных павильонов предполагается ввести штраф до 200 тысяч рублей. Екатерина Мут, Станислав Салтыков, Новости ТВК.